Всем привет! Добро пожаловать на мой канал снова, меня зовут Юля, и в сегодняшнем видео мы будем с вами тестировать новую новогоднюю коллекцию от MAC, которая называется Frosted Fireworks. Когда я увидела эту коллекцию на Trendmoody и также на сайте MAC, я поняла, что я хочу это, потому что MAC может все красиво преподносить, и особенно, когда дело касается праздничных коллекций. Итак, в эту коллекцию вошло большое количество разных компонентов, начиная с их палетки, которая мне показалась достаточно не такой уникальной, чтобы я и купила. Дальше можно было увидеть два огромных хайлайтера в золотистом и серебряном оттенке, пять новых оттенков помад, от самых светлых до самых насыщенных праздничных, палетка хайлайтеров, которая состоит из трех хайлайтеров в ней, блески для губ и также карандаш для глаз. Что же я взяла из этой коллекции? Первое, с чего я хочу начать, это палетка хайлайтеров Trio. Когда я увидела эту палетку, я поняла, что я хочу ее, потому что хайлайтеры смотрятся просто потрясающе в этой упаковке. Упаковка, кстати говоря, она, знаете, такая как деревянная, как будто очень тяжелая, очень такая плотная. Эта палетка называется Flashing Eyes Extra Dimensions Skin Finish Trio в оттенке Light. Да, у них есть такая же палетка в более темном оттенке, и там уже оттенки хайлайтеров гораздо более насыщенные. Что же мы видим в этой палетке? Первый оттенок серебристый, самый светлый, называется Glitzed Out, это морозный белый с разноцветными блестками. Второй оттенок в этой палетке называется Dairy Shiek Glows, это светлый золотой оттенок. Третий оттенок называется Out on the Tinsel Town, это светлый розовый оттенок с розовыми и золотистыми блестками в нем. И в этой палетке вы получаете целых 9 грамм продукта. Дальше я взяла две однушки из их новой коллекции, вот так они очень красиво выглядят, бок о бок. Первый оттенок называется Explosive Chemistry, это очень милый розовый оттенок. И сделаны, кстати говоря, эти тени в Италии, так же как и палетка, все остальные компоненты коллекции сделаны в Канаде, а именно помады и блески. И второй оттенок, который называется Cordon Being Cool, красивый, очень серебристый оттенок, мне он понравился сразу, если честно. Из названия уже понятно, что это очень холодный белый оттенок с очень красивым сияющим финишем, и вы получаете 1,3 грамма в каждой. Я не могла не взять помады, конечно, это MAC, взяла два, как мне кажется, противоположных оттенка друг другу. Первый оттенок называется Heart Goes Boom, это очень интенсивный такой фуксийный цвет фуксии оттенок, мне он понравился очень и очень сильно, что-то новенькое по своей текстуре, он матовый. Чего не скажешь о другом оттенке, который называется Out With The Bang, эта помада имеет глянцевый финиш в сравнении с нашим предыдущим оттенком. И эта помада цвета красного вина, очень потрясающе смотрится в упаковке, мне напоминает эта помада что-то такое вампирское, такой вамп стайл. Мне кажется, цвет этот будет идеальным на осень и на праздники, конечно, тоже. Я взяла два оттенка блесков, вообще всего в коллекции вышло, по-моему, около пяти блесков, от самого светлого до самого темного фиолетового. Также мне очень понравился изначально блеск золотистый, но я как-то решила почему-то взять фиолетовый, с него я и начну. Он у нас в оттенке Set Me Off, и это блеск с большим количеством глиттера или перламутра в нем. Однако, когда вы свочите его, вы понимаете, что он не дает вам такого большого блеска на губах, это очень сдержанный блеск. И в составе этих блесков имеется масло Жожоба, что невероятно здорово для увлажнения губ. Второй оттенок, который я купила, называется Twinsies, это глянцевый блеск без блесток в нем. И блеск этот имеет в себе розово-нюдовый подтон. Но перед тем, как мы начнем наш туториал, пожалуйста, не забывайте подписываться, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Это будет очень приятно с вашей стороны. Давайте начинать. Первое, с чего мы начнем сегодня, будут тени. Начать я хочу с этого невероятно мило красивого розового оттенка, который называется Explosive Chemistry. Сначала попробуем нанести это кисточкой, потому что хочется посмотреть на то, как это все будет переноситься, а потом уже пальцем. Первое, что я вижу, это то, что оттенок очень прозрачным видится при нанесении. Мне интересно, как это изменится при нанесении пальцем. Совершенно другое дело. Совершенно по-другому все это смотрится. Я, наверное, представляла, когда смотрела на эти тени, что они будут смотреться именно так. Активно, блестяще и гламурно. Мне нравится текстура этих теней. Она, знаете, такая не то, что масляная, но не сухая, что очень-очень здорово. У меня уже, кстати, греетик ранее на веках от Urban Decay. Насчет осыпашек. Они есть, я их вижу вот здесь. Прямо-таки они постепенно появляются. Получается, что с этими тенями, конечно же, лучше сначала делать макияж глаз, а уже потом делать все остальное. Попробуем этот серебристый оттенок, как он смотрится в праздничной в этой упаковке. Кто-то говорил, я слышала, что упаковка не очень праздничная, что она выглядит дешево. Ну, не знаю, не знаю. Мне кажется, что в этом что-то есть. В этом есть стиль MAC. Знаете, стиль MAC. Что это такое? О, какой он шелковистый, потрясающе чувствуется, когда нажимаете пальцем, и какой он пигментированный также. Время истинно посмотреть, как этот оттенок смотрится. Он смотрится просто потрясающе. Я вижу небольшой доохромный оттенок, то есть он может осмотриться таким белесым, серебристым настоящим, но при нанесении на века он показывается вам с таким красивым голубоватым переливом. Ребят, небольшой дисклеймер. Мне кажется, в этом видео я буду очень много говорить раз слово «красивый». И дальше я хочу немножко подтушевать границу этих глиттеров. При тушевке часть этих оттенков, она просто испаряется, и вам нужно перенаносить этот оттенок заново, чтобы вернуться к этой глубине цвета, которую вы видели изначально на ваших веках. В общем, так у нас получается. Пока сейчас я хочу нанести какой-нибудь тушь, а именно тушь от Charlotte Tilbury. Моя любимая Push Up Lush, обожаю эту тушь. Ну что, вот такой у нас получился конечный образ с этими однушками. Мне кажется, опять же, очень легко все это нанести на веки, растушевать, и все очень естественно даже выглядит. Я не знаю, носила бы ли я этот образ днем, просто потому что хочется немножко больше цветов, больше немножко интенсивности в макияже. Поэтому мне кажется, что если нанести эти тени на какую-нибудь матовую основу, розовую, коричневую, неважно, это будет смотреться гораздо более интенсивно, и глаза будут гораздо более выразительными. Поэтому такое у меня мнение. Я скажу вам в конце еще больше, что я думаю о них. Вот, надеюсь, вам нравится такой образ, который у нас получился сегодня. Супер мило, естественно, и, наверное, даже немножко по-праздничному. А что вы думаете? Пишите в комментариях. И теперь давайте попробуем эту потрясающую красивую палетку хайлайтеров. Она называется Fleshing Ice Extra Dimension Skin Finish Trio в оттенке Light. И когда я открываю ее, мне почему-то так и хочется посмотреть на вот этот оттенок, очень красивый серебристый оттенок. Давайте их посвочим, посмотрим, как они раскрываются вот таким образом. Очень красиво. Посмотрите на то, как они пигментированы. Просто безумие. Я хочу начать с этого потрясающего золотистого. Вместить его на яблочке щек. Вау! Этот пигмент. Вы видите, как он красиво переливается. Очень-очень дорого смотрится. И, естественно, в то же время, как будто бы этот блеск идет изнутри. Мне очень нравится. Дальше я хочу взять этот розоватый оттенок хайлайтера из палетки и нанести его вот сюда, чтобы посмотреть, как наше лицо будет трансформироваться из-за этого блеска. Да, сразу видно это здоровое сияние. Немножко вот сюда. О, да. Здесь, вот на этой части, я вижу настоящий оттенок. То есть он показывается с таким перламутровым, как сказать, с перламутровым таким доохромным финишем. Так, даже если я наношу это на щеку, например, или вот сюда, я не вижу этой доохромности. Поэтому он раскрывается гораздо лучше, когда наносите это вы именно пальцем. И дальше попробуем этот потрясающий серебристый холодный оттенок. Давайте мы снимем вот сюда. Я вижу этот блеск. Посмотрите, насколько он активно смотрится. Я уже вижу людей, сходящих с ума по этой палетке, потому что она идеальна на какие-нибудь праздники, Новый год, Рождество. Пигмент просто на высоте. Так у нас получилось поиграться с этой палеткой. Я в восторге на самом деле. Какая пигментация, как это все красиво выглядит на коже. И теперь пришло время попробовать помады от MAC, новогоднюю коллекцию. Дождались. Итак, первая помада, с которой я хочу начать, будет в оттенке. Давайте, наверное, попробуем тот самый оттенок красного вина. Почему-то вот его хочется все-таки первым. Вау. Называется он, кстати говоря, Out with the Bang. Произведение искусства какое-то, если честно. Ребят, эта помада чувствуется просто невероятно легко на губах, как будто бы и вообще там нет. Оттенок потрясающий. Я, мне кажется, уже влюбляюсь в него постепенно. Мне кажется, этот оттенок будет не только идеальным в праздничные дни, там, Рождество, Новый год, но и даже на повседневку, как это ни странно. Допустим, вы можете одеть белую блузку, легкий макияж и эту помаду. Бум! Образ готов. Вы будете выглядеть просто потрясающе. Он дает вам какую-то власть, раскованность, какую-то уверенность тоже 100%. И вы знаете, на свету, вот при свете моего окна сейчас, я вижу, что оттенок, он немножко розовит самую малость. Однако при более темном свете, при вечернем свете, оттенок выглядит гораздо более темным. Пишите в комментариях, что вы думаете об этом оттенке. И осмелились ли бы вы носить его на повседневку, или это только на праздники и все. Однако момент, который вы должны знать, это то, что эта помада не kiss-proof. Или это значит, что если вы решите поцеловать кого-нибудь, то она не будет стойкой. Она, скорее всего, на этом же человеке, кого поцеловали, и останется. Поэтому, да, цвет красивый, но она не стойкая. Это нужно иметь в виду. Следующий оттенок будет называться Heart Goes Boom. Настоящий цвет фуксии. И формула этой помады, которую мы ожидаем, будет матовой. То есть никакого глянца мы не увидим. И давайте уже посмотрим, как она будет смотреться. Мне вот почему-то как-то ни разу не тянуло к таким, знаете, ярким фуксийным цветам. Но, наверное, когда-нибудь всему приходит первый раз. Мне нравится, кстати говоря. Это достаточно необычный оттенок. Знаете, он не то чтобы розовый, не то чтобы фиолетовый. Что-то вот как раз таки между. Но как он наносится и как он чувствуется на губах, это просто сказка. Честно, не ожидала такого качества хорошего помад от MAC. Наверное, это странно, но как-то я давно не пользовалась новинками от MAC. Поэтому меня это немножко удивило. Оба оттенка эти мне безумно понравились. И этот, и другой. В каждом из оттенков есть что-то интересное. Что-то, что так и манит нанести его на губы. Вообще, да, пишите, ребята, в комментариях, что вы думаете об этом оттенке. И о том оттенке. Будет очень интересно узнать ваше мнение. У этих помад, кстати, очень интересный такой вкус. Наверное, у всех помад MAC такой он. Но я чувствую какой-то такой ваниль. Что-то вроде того. Приятно очень. И, как мне кажется, цвет гораздо-гораздо более сердценно смотрится, чем предыдущий винный цвет. Поэтому, возможно, даже на повседневку я тоже могу его носить. И, что самое главное, эта помада будет гораздо более стойкой в сравнении с предыдущей глянцевой. И теперь давайте попробуем блеск из одной коллекции Frosted Fiberx. У меня их два. Наверное, первое, с чего мы начнем, будет такой безблесточный блеск. И у этого блеска розово-нюдовый портон. Мне кажется, он подойдет всем почти. Потому что розовый, да еще и нюдовый. Все его любят. И всем он подходит безоговорочно. Пахнет он, знаете, как какое-то масло. Прогорклое немножко. То есть я могу сравнить этот блеск с блеском от Рианы. Вот такой блеск от Рианы. И вы знаете, запах почти одинаковый. Если не идентичный, потому что в обоих блесках имеется в составе большое количество масел. А именно масло жужоба. Один из главных компонентов. Вау. Он очень пигментированный. Кстати, у меня до сих пор остался этот тинт от помады предыдущей. Он никуда не ушел. Сколько я не добавляла тона поверх губ, он все равно, ну, как бы не уходит никуда, скажем так. Знаете, блеск очень такой тягучий по своей текстуре. То есть мне потребовалось пару секунд, чтобы равномерно распределить его по губам. Чтобы не было каких-то непонятных пятен. Но чувствуется, надо сказать, очень приятно на губах. Не липнет. Хотя волосы у вас прилипнут к нему 100%. Потому что у него такая текстура. К нему все будет прилипать. Это факт. Это хороший оттенок. Ничего необычного, повседневно, мило, просто. Ну, и, конечно, он дополнит и разнообразит любой образ. Перейдем к нашему последнему товару на сегодня. И это будет блеск, который у нас в оттенке Set Me Off. Вот это будет настоящий праздничный оттенок с большим количеством перламутра. И сейчас вам расскажу немножко о нем. Он имеет в себе такой красивый перламутрово-фиолетовый оттенок. И я считаю, что вот этот блеск в этом оттенке, он как раз-таки то, что нам нужно для этого образа. И сколько здесь блесток. Он просто так и сверкает в лучах солнца. Потрясающая праздничная атмосфера, когда я держу этот блеск в своих руках. И давайте уже проверим его. Так смотрится наш блеск в оттенке Set Me Off. Невероятно красиво, ребят. В этом блеске, знаете, такие мелкие перламутровые блестки. Некоторые из них разноцветные, некоторые из них белого цвета. И все вместе это создает вам такой, знаете, рождественский образ. Я не знаю, как это еще писать, но я чувствую, что что-то будет магическое случиться в ближайшее время, когда он мне на губах. Однако, если вы спросите меня, Юля, а что в этом блеске такого ужасного? Есть же какие-нибудь минусы, должны же быть они. Я скажу вам, что, наверное, тот факт, что он липкий, меня это немножко расстраивает, потому что мне кажется, что блеск от Fenty Beauty, их тот глосс-бомб знаменитый, он не такой липкий. Он гораздо, он увлажняющий, но он немножко такой более гладкий. Не чувствуется, это тоже не чувствуется на губах, но он липковатый. Из-за того, что оттенок этот очень красивый, я прощаю ему тот факт, что он очень липкий. И вот так у нас получилось создать сегодня легкий новогодний праздничный рождественский макияж, все это через слэш. Честно, я в восторге, мне очень нравится, что я вижу. Сейчас подробно немножко хочу поговорить о каждом фрагменте нашего сегодняшнего видео. Наверное, начну я все-таки с блесков, потому что мы о них в последнем говорили. Они прекрасные, красивые, потрясающие, смотрятся на губах, но они немножко липковатые. Но из-за того, что они такие красивые, и особенно этот оттенок фиолетовый, который называется Set Me Off, он дает мне столько много надежды на то, что в мире еще есть магия. И, в общем, все это красиво, опять же, смотрится и переливается на свету. Поэтому этот блеск, вот особенно этот в оттенке Set Me Off, будет, в общем, в моей косметичке на Новый год 100%. Дальше тени-однушки из новой коллекции Frosted Fibrox, мне они показались интересными, но не какими-то, знаете, революционными. Да, они красиво смотрятся, они дают красивый очень пигмент, но я не знаю, мне кажется, я могу найти такие же тени почти в моей косметичке. Я не хочу говорить столько много плохого сегодня, да, о том, что мне не понравилось, потому что я всегда, мне кажется, говорю очень много всего плохого. Но я говорю правду, потому что я не считаю, что это прям, знаете, mind-blowing, настолько это уникально и революционно. Наверное, вот этот оттенок, который называется Cooler Than Being Cool, это холодный белый оттенок. Мне он понравился больше всего, наверное, потому что он будет сочетаться с любыми тенями абсолютно из вашего косметического гардероба. И, в общем, мне нравится, как все это красиво обрамляет глаз, и самое главное, какое сияние вы получаете. Это такой дуахромный белый цвет, очень шелковистый по своей текстуре. Второй оттенок розовый. Розовый оттенок, как розовый, в принципе, мне, опять же, нравится, как это все выглядит. Надеюсь, вы видите, что пигмент у него очень хороший есть, но как топпер этот оттенок будет, по-моему, гораздо лучше смотреться на веках с матовой подложкой, чем сам по себе. Потому что сам по себе он в себе не так много имеет пигмента, который вы хотите получить, смотря на этот оттенок, потому что он действительно выглядит достаточно пигментированным. Однако, когда вы носите его на веки, он может очень легко потерять свою пигментированность, пигментацию, особенно если вы просто голо наносите его на веки. Помады мне очень понравились, как это ни странно, помады это всегда моя слабость. Я покупаю всегда много помад, и они никогда не бывают лишними тоже. Наверное, оба оттенка мне понравились очень сильно, но в особенности вот этот оттенок красного вина, потому что он просто потрясающе смотрится и на губах, и в упаковке. И он еще такой глянцевый, знаете, очень интересная у него текстура, как он сразу делает образ ваш, выглядящим совершенно по-другому. И да, этот оттенок будет также идеальным не только на осень, вот прямо сейчас, но и вот на новогодние праздники, конечно, потому что это такой настоящий бордовый оттенок. Второй оттенок фуксия, я считаю, что это прекрасный повседневный оттенок, не обязательно его на праздники только носить можно, и также на каждый день, только нужно правильно и умело расставить приоритеты в макияже. Мне понравилось, наверное, в этой помаде то, что эта помада, она гораздо более стойкая в сравнении с этой глянцевой помадой, естественно. Палетка хайлайтеров, я считаю, это то, что вы хотите попробовать в новой коллекции MAC, потому что они настолько красиво переливаются, настолько красиво они смотрятся на вашей коже, это просто нечто. Все, начиная от подбора цветов, заканчивая то, как они, я не знаю, даже делают вашу кожу сияющей изнутри, вот только за эту можно любить эту палетку и, в общем, попытаться попробовать ее, потому что вы не разочаруетесь в ней. Стоит она 37, по-моему, долларов, почти 37, и если вы хотите купить полный размер этого хайлайтера, то он стоит такие же деньги, но вы можете купить 37 долларов, опять же, эту палетку и получить три разных оттенка, поэтому выбор всегда за вами. И да, на этом все, ребят, мы закончили тестить все продукты из новой коллекции MAC. Надеюсь, вам понравилось мое видео, будет очень приятно с вашей стороны, если вы напишите внизу, что вы думаете об этой коллекции, заинтересовала ли вас она, заинтриговала ли вас она. И на этом все, ребят, не буду вас задерживать, спасибо большое за просмотр этого видео, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я с вами прощаюсь, ребят, желаю вам хорошего настроения, прекрасных макияжных дней. Ваша Юля, всем пока!